Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня предлагаю вам приготовить свиные ребрышки в острой сладко-кислой козуре с кисло-сладким пряным соусом. Сразу честно признаюсь, что идея сегодняшнего рецепта мне пришла вчера в магазине, когда я стоял перед прилавком с этими ребрышками. Соус тоже такой ни разу не готовил, решил за основу взять базовый принцип приготовления ткемали. Поэтому сразу после покупки ребрышек, смотрите какие мясистые. Я отправился в овощной отдел и купил вот таких кисло-сладких слив. Причем они именно кислые, а сладкие лишь по стольку-поскольку. Кроме того понадобится зелень, здесь у меня петрушка, мята, базилик свежий, чеснок, мед, соевый соус, винный уксус и наверняка что-то еще слывет по ходу процесса. Я в конце съемочного дня списочек напишу и в начале ролика повешу. Вы его уже увидели. Вот такие парадоксы постпродакшена. Начнем. С внутренней стороны ребер надо снять пленку. Вы это прекрасно знаете, я это прекрасно знаю и всегда снимаю, но если не сказать и не показать, то обязательно найдется какой-нибудь знаток, который тут же начнет вопить. про неснятую пленку. Соль и перец. Впрочем, такой знаток вот именно сейчас все равно вопит в производстве слюнями в монитор. А все знают про пленку, что тут керунду показываешь. Вот наверняка сразу же смажу оликовым маслом ребра. Тоже все уже знают почему. Потому что большинство ароматических веществ жирростворимы. И вот масляная пленочка позволит ароматам и остроте перца более равномерно распространиться по поверхности ребрышек. Со всех сторон. Отлично. Так, а теперь накрыть фольгой. Косточками вниз положу и пресну немного вина на дно. И вот теперь запечатаю как следует. И в духовку. Верхний и нижний нагрев температура 150 градусов по Цельсию. Убрал надолго. Часа на 4. Может быть даже чуть побольше. Вино под этой фольгой закипит и ребрышки будут готовиться в таком ароматном пару. Я пока сливы залью водой и поставлю вариться на слабом огне. Воды надо немного, чтобы сливы выступали над слоем воды. Варить буду до тех пор, пока шкура на сливах не потрескается и косточки от мякоти не начнут отделяться. Перерыв. Смотрите, прекрасное состояние. Сейчас надо слить воду, а сливам дать остыть. И пока они остывают, займусь остальными ингредиентами для соуса. Базилик немного порубить. Мяту тоже. Петрушку. Перец прям с косточками. И чеснок также. И всю эту пряную кучу измельчить. Можно в мясорубке, можно блендером. Как вам будет удобнее. Смотрите, как ароматная штука получилась. А теперь займусь сливой. Протрую ее через дуршлаг. Можно через сито, чтобы косточки и шкурки отделить. Вот для этого и надо было остужать. За горячей сливой возиться очень сложно. Руки обжигает. Отличная консистенция. Ну, теперь прокипятить минут 10-15. А к пряной пасте из перца и трав добавить всякого разного. В качестве всякого разного пойдет обязательно кориандр. Сушеный базилик. Он от свежего очень сильно отличается по аромату. Вот так. Пока я тут с перестановкой камер скакал, это основа для соуса. И слив уже минут 10 варится. Добавлю пряную смесь. Перемешать. Супер. Сейчас закипит. Еще 1-2 минутки после этого поварится. И я выключу огонь. Пусть остывает. Соус на этом готов. У меня перерыв. Прошло 4 часа с тех пор, как я отправил ребра в духовку. И пора их вытаскивать. Но сначала подготовлю глазурь. Чили перец нарубить, как придется. Кастрюльку соевого соуса. И сюда чили перец. Немного вина уксуса. Буквально ложку. И маленькую ложечку томатной пасты. И мед. Отлично. Проварить пару минут. Чтобы острота перца разошлась по глазури. И чтобы вся она стала однородным по вкусу. И можно выключать. Где тут мои ребра. Вот мои ребра. Отлично. Они уже абсолютно готовы внутри. Но пока не презентабельно выглядят снаружи. Надо их смазать этой глазурью. Сначала со стороны косточек. Так. А затем уже и сверху. Как следует смазать от души. И снова отправить в духовку. В этот раз ненадолго. Если у вас есть верхний гриль, включайте. Глазурь сладкая, значит румянится быстро. Поэтому следите, не отводя глаз. Потому что сахар сгорит. И не заметили даже как. Ладно. Значит я готовлюсь к срезеровке. А для тех из вас, кто не только смотрит, но и готовит. Основные этапы. Готово. Вот такой натюрморт. Давайте пробовать. Смотрите какая нежнятина. Здесь ни ножи, ни вилки вообще не нужны. Оно все разваливается. Можно ребрышками мясо разделять на части. Ох, красота. И вот этот кусманчик. Сначала без соуса. Чтобы понять, что из себя мясо представляет в этой глазури. Нежнятина. Солоновато-сладкая. За счет глазури. Острота чувствуется очень мало. Можно было, наверное, побольше перца положить. У меня этот чили не такой уж острый, как хотелось бы. А теперь с соусом. Соуса даже побольше положу. Вот так вот. Я его, естественно, уже попробовал за кадром, да. И могу вам сказать, соус совершенно бомбический. Очень пряный. Очень такой насыщенно яркий. Такой с кислинкой и со сливовой сластинкой, так скажем. Слушайте, это чума. Да, приходится долго ждать, согласен. Но от такой длительной готовки в духовке, в паровой вот этой бане, вы обратили внимание, я очень плотно накрыл фольгой. Мясо в этом пару готовилось и стало совершенно нежное, как тушенка расползается. При этом фольга-то тонкая, и поэтому все-таки лучистое тепло работает. Не все фольга отражает. Поэтому сверху, даже сразу после фольги, оно было все-таки слегка немножко подрумянино. И вот эта вот укладка этой сладкой глазури позволила очень быстро получить вот эту классную корочку сверху. Короче, это чумовой соус. Вы наверняка по себе его сможете настроить, добавив свои какие-то пряности, пофантазировав. И да, сразу предупреждаю, готовьте этого соуса больше. Он у вас будет съеден быстрее, чем даже свинина. Вот точно вам говорю. На этом позвольте закончить. Напоминаю вам, что по правам кода Фрецкого вы можете получить вот такие классные ножи с хорошей скидкой. И другие ножи тоже от Самуры. Я им пользуюсь, и они мне нравятся. Что бы вы мне там ни говорили, это классные ножи. Вот без всяких разговоров. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!